Меня зовут Аян, фамилия Мир Касимова, отчество Октай Гызы. У нас отчество обычно при обращении к дамам в лета не озвучивают, но для меня мое отчество, Октай Гызы невероятно дорого, потому что мой отец — это не просто мой родной человек, мой биологический отец, мой отец — он мой единомышленник. Мы закончили один вуз в Москве — это Всесоюзный государственный институт кинематографии. Но правда, когда отец завершил свое образование, меня тогда еще в помине не было. И я вам должна сказать, что поступить во ВГИК тогда было просто нереально в советское время. Конкурс был колоссальный, но, видимо, сыграл фактор везения. Именно в этот год великий наставник Алексей Владимирович Баталов, я не побоюсь этого слова, набирал национальную мастерскую и жребий пал для абитуриентов из Азербайджана. И Алексей Владимирович набрал 14 ребят из Азербайджана, он приехал сюда. Когда наступило время для третьего тура, я пришла, и вдруг некая мадам из комитета, где собирались документы, она мне говорит, «Аян, трагедия, у тебя отсутствует какая-то справка, ты не можешь пройти третий тур». Я в ужасе, в слезы, рыдаю, я бросаюсь, звоню отцу, говорю, «Папа, что мне делать?» «Меня не пускают, мне не хватает какой-то справки». Он говорит, «Так, ты должна обязательно, любым способом ворваться в эту комнату, и ты должна попросить, чтобы тебя прослушали. Все, до свидания и отбой». Я проскочила в комнату и увидела, вот прям по центру сидит Алексей Владимирович Баталов, и такая от него исходит благостная аура, так много доброты излучал этот человек. И он на меня смотрит и говорит, «Доченька, ну что ж ты плачешь, ну успокойся». Я говорю, «Пожалуйста, выслушайте меня». Он говорит, «Мы, конечно, тебя выслушаем, выслушаем, потом соберешь все свои справки, что будешь читать?» Я говорю, «Борис Пастернак, «Единственные дни». И я тогда не знала, что я попала в десятку. Вы знаете, судьба нам предоставила уникальный шанс еще раз встретиться с Алексеем Владимировичем Баталовым, когда он в 2005 году приехал. У него был творческий вечер в Азербайджане, в Баку, на сцене театра «Унс». И это было так трогательно. Вы знаете, мы почувствовали себя детьми еще раз. Мы почувствовали себя людьми, за которыми стоит вот такая гора, понимаете, вот такой мастер. Я должна сказать, что отец всегда мечтал, чтобы я была актрисой. И сейчас у меня очень много интересных проектов, я всегда с ним советуюсь. Он является, наверное, все-таки моим первым наставником. Диплом мой подписан, скажем, мегазвездой Владимиром Меньшовым. Он был подседателем экзаменационной комиссии. И мы сдавали спектакль по пьесе «Ля Биша». Это был «Вадевиль», «Пощечина». Я там играла главную роль. Отметка «Отлично», конечно, у меня. Ну, вот я приехала в Баку. И вот уже 30 лет как работаю в русском, драматическом, академическом театре имени Самеда Вургуна. И я хочу сказать, что вот уже 30 лет, как я считаю, что театр – мой второй дом. Несмотря на то, что я преподаю в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства, я преподаю актерское мастерство и сцен речь уже 15 лет, я вам должна сказать, что все равно театр – это мое родное место, потому что сегодня я хочу вас пригласить на спектакль, где на одну сцену я буду выходить со своими студентами, с выпускниками моего курса. Ну, я вам должна сказать, что нет большего счастья, чем вот такая встреча на сцене со своими студентами. Когда я захожу в аудиторию к своим студентам, я хочу передать им ту теплоту, ту доброту, ту подключенность стопроцентную к каждому из них, которую я когда-то получила от своих преподавателей во внуки. Русская актерская школа, она непревзойденная, она знаменитая во всем мире. Поверьте мне, это не все, что я заслужила, это благодаря тому, что я прошла вот этот великий путь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!